Добрый день, уважаемые жители республики. За последние сутки госпитализировано 97 человек, это 3,4 от общего количества выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки 2870 случаев выявлено. За сутки 47% новых случаев заболевания зарегистрировано в городе Якутске. В районах республики 53%. 11 февраля лечения в стационарах получили 6,2% больных. В амбулаторных условиях лечится 93,8% больных. За сутки выздоровело 4816 человек, а накануне 4570 человек. Несмотря на большое количество случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется относительно легкое течение. Это в первую очередь обусловлено вакцинацией против новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день первым компонентом привиты 81,5% взрослого населения республики. Что касается ревакцинации, то на сегодняшний день прошли ревакцинацию 135 089 человек. Это 57% от общего количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Отмечается низкий темп ревакцинации в следующих районах. Это Нерингринский, Мегино-Кангалаский, Алданский, Аймеконский, Мирненский, ну и, конечно же, в городе Якутске. Необходимо обязательно в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета. Уважаемые жители республики, в выходные дни вышли изменения. Вышли временные изменения в порядке выдачи электронных больничных листов в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. И если при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции нужно будет обязательно позвонить по номеру 122 для проведения аудиоконсультации. И пациентам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции в лёгкой степени открывается больничный лист на 7 дней дистанционно после дистанционной консультации с врачом. И если состояние больного не улучшится, и к нему должен быть направлен врач для очной консультации, оценки состояния здоровья, коррекции лечения, отбора анализов на COVID-19 и решения вопроса о госпитализации. Через 7 дней после превоздоровления и отсутствия симптомов больничный лист закрывается также дистанционно. Уважаемые жители республики, мы призываем вас, чтобы вы берегли себя и своих близких.